Друзья, всех приветствую! Я Кот Лео, репортер кинофестиваля «Волшебный фонарь». А сегодня мы с вами побываем в святая святых всех киноделов Институт кино и телевидения, где встретимся с нашим хорошим замечательным другом Евгением Еременко. Спасибо, Кот Лео, и мы уже здесь, в Институте кино и телевидения, который уже успел стать для меня родным. Я учусь здесь уже второй год, и я действительно наслаждаюсь учебой здесь, потому что здесь прекрасная атмосфера, здесь прекрасные люди, здесь прекрасные педагоги. Все нацелены на творчество, все готовы творить, делать что-то свое, создавать, знакомиться, дружить и общаться на одном уровне. И это замечательно. В ВУЗе также есть много потрясающих кружков, можно заниматься спортом, можно ходить, заниматься танцами. И в ВУЗе царит творческая атмосфера далеко не потому, что здесь только творческие дисциплины. Здесь еще есть и внеучебная деятельность, и это замечательно. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Дмитриевич Еременко. Я доцент кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Видите, какое длинное название, а сокращенно КИТ. Эти три буквы уже давно стали лейблом кинематографической жизни, студенческой кинематографической жизни нашего города. КИТ – это не только огромное животное, водяное, но еще и люди, которые снимают кино, самые разные – от анимации до клип-арта. И вот там я и работаю. Расскажите тогда о вашем сотрудничестве с кинофестивалем «Волшебный фонарь». Я уже несколько лет сотрудничаю с этим фестивалем. Я очень люблю детско-юношескую тематику. Вообще все, что связано с тем, что не требует каких-то особых запретов, ограничений по возрасту и так далее. Поэтому, конечно, я был очень признателен организатором фестиваля «Волшебный фонарь», когда меня пригласили оценивать фильмы и проводить какие-то встречи с создателями фильмов. Я, к сожалению, не был у истоков фестиваля. Я не могу сказать, как начинался сам фестиваль. А мое общение начиналось, видимо, с того, что среди организаторов этого кинофестиваля были выпускники нашего института. И они пригласили меня поучаствовать для начала. Немножко, потом больше, больше. В результате уже как минимум три года я общаюсь с юными, прежде всего юными, кстати, создателями. Или с их родителями, которые курируют эти работы. В общем, мне это очень интересно. Тем более, что фестиваль этот редкий в нашем городе. Фестиваль практически единственный такой, для меня, по крайней мере. Я участвую в оценке. Это очень сложно, потому что бывает так, что на какую-то номинацию не один фильм явно, а, допустим, два. И оба хорошие, и оба именно под эту номинацию. Вот как тут выбирать? Очень сложно, конечно. Иногда бывает так, что жюри придумывают еще одну номинацию, чтобы какой-то нюанс, какой-то тематический подраздел акцентировать на этом и таким образом номинировать фильм именно на то направление, которое характерно для этого фильма. Что, на ваш взгляд, делает фильм интересным? Интересные создатели. Потому что, вы знаете, есть такое выражение, образ скуки не должен быть скучным. В общем, конечно, есть у юных авторов такое намерение как-то, или не намерение, а подсознательное желание кому-то подражать, кому-то от Тарантино до Бергмана, или наоборот. Нужно быть снисходительными к таким попыткам. Но всегда интереснее, когда автор ищет себя, не пытается воспроизводить какую-то сцену, которую он где-то увидел. А вот пусть наивно, пусть пока еще не очень уверенно, но чувствуется авторская рука. Такие работы встречаются даже у самых юных иногда авторов «Волшебного фонаря». Ну, те мультфильмы, которые обычно представляют на «Волшебный фонарь», они чаще всего такие тоже еще начинающие, так сказать, авторы, школьники. Поэтому там о какой-то тщательной прорисовке часто нет речи. Это может быть просто такая, либо так называемая плоская марионетка, либо когда просто складывают на поверхности какие-то фигурки из кусочков бумаги и двигают их туда-сюда, вот ручки-ножки вот так вот, значит, двигаются. То есть тут о технике говорить пока сложно. Всегда, в первую очередь, идея и смысл, сценарий интересный. Ну, сценарий, опять-таки, иногда для короткого мультфильма там, может быть, нет прописанного сценария. Ну, какая-то история, ясность, интересность истории, то же самое, что и для игрового кино, актуальность. Иногда мультфильмы представляют не столько развлекательность, сколько какая-то, может быть, социальная реклама, какая-то экологическая тематика. Не надо выбрасывать мусорные пакеты где-нибудь попадя, выбрасывать туда, куда надо. Это можно средствами анимации, в том числе, делать, и это делается. Как вы думаете, нужны ли такие фестивали, как «Волшебный фонарь»? Ну, очевидный вопрос, очевидный ответ. Конечно, нужны. Не просто нужны, а просто необходимы. Другого слова я не нахожу. Необходим «Волшебный фонарь» как пример того, что детское и юношеское творчество – это уже первый шаг к большому серьезному взрослому кино. И в этом основная заслуга этого фестиваля – открывать те таланты, которые через несколько лет могут прийти, пока еще в студенческие аудитории, а далее и в профессиональное кино. Надеюсь, репортаж был интересным и познавательным. Ну и, как просил передать код Лео, не забывайте подписываться на канал «Волшебного фонаря» и ставить лайки. Вам не сложно, а нам приятно. Пока-пока!